Необычные клумбы. Каждый цветовод старается вырастить у себя на участке несколько разновидностей цветов. Эти разновидности могут быть раскиданы по участку, но чаще всего их компонуют в полисадники. Цветоводы без опыта подбирают растения, которые будут соседствовать друг с другом методом проб и ошибок. На оформление той клумбы, которой садовод останется доволен, может уйти не один год. В связи с появлением на потребительском рынке множество пакетиков с семенами самых необычных растений курса ландшафтного дизайна получили большое распространение. Хотя некоторые цветоводы больше полагаются на полет собственной творческой мысли. Но даже у самооочек с многолетним стажем все равно существует отдельный свод правил, по которым они высаживают те или иные растения и формируют полисадники. Основы ландшафтного дизайна Определение «Ландшафтный дизайн» имеет богатую историю. Люди, разбирающиеся в этой науке, делали свою работу в Древнем Египте, Китае, Японии, Вавилоне. Специально для высокопоставленных особ выращивали сады, в которых благухали цветы и заморские пели птицы диковины, журчали ручьи кристально чистые. Венцом творения древних мастеров стали сады Семирамиды, считающиеся на сегодняшний день одним из чудес света. С течением времени дизайнеры начали работать по нескольким основным принципам, которые дошли до наших дней и с успехом используются современными садоводами. Необычная клумба основы ландшафтного дизайна включает в себя такие пункты – проектирование и планирование земельного участка, подбор цветов, которые будут украшать территорию, создание конструкций, которые без проблем впишутся в дизайн земельного участка. Для проектирования садового участка земли рекомендуется создать чертеж, на который наносится план сада или дачи. На чертежном плане важно указать все хозяйственные и жилые постройки, также желательно фруктовые деревья, бордюры и грядки с клубникой. Только с чертежным планом можно тщательно продумать размещение полисадников и оформление территории. При выборе цветов следует внимательно читать их характеристики, так как подбор растений – дело серьезное. Цветы должны совпадать не только в цветовой гамме, но и по потребностям. Следует учитывать расположение цветника – в тени он находится или под прямыми солнечными лучами. Цветы должны совпадать не только в цветовой гамме, но и по потребностям. Самая важная основа ландшафтного дизайна, которую сможет оценить гость – это конструкция полисадника. Существует множество разновидностей ландшафтных конструкций. Выбирать их следует исходя из общего дизайна участка. Даже если цветоводу не понравилось ничего из предложенных в интернете или книгах вариантов, то можно попытаться создать свою уникальную конструкцию. Декоративное оформление цветника. При оформлении полисадника садовод в большинстве случаев полагается на свой вкус. При декоративном оформлении цветника используются различные материалы – трава, галька или большие камни в виде валунов, изысканные и необычные цветы и т. Д. Помимо травы и цветов полисадник могут украсить декоративные камни для клумб самой причудливой формы, а также мелкая галька, которая позволит оттенить посаженные растения и придать аккуратности внешнему виду земельного участка. Крупная галька поможет разграничить цветник от газона. С помощью гальки можно сделать уникальные композиции, не имеющие повторения. Галька используется при оформлении цветников, расположенных рядом с водоемами. Она продлевает жизнь цветнику, предотвращая размытие почвы водой, защищает от процессов гниения корневую систему растений. Полисадник могут украсить декоративные камни для клумб самой причудливой формы. Последний фактор – покупка декоративных семян цветов. Обратите внимание, при оформлении полисадника лучше всего использовать декоративные сорта растений, так как дикие цветы могут развиваться совсем не так, как этого хотелось бы цветоводу. Большую популярность имеют клубы круглогодичного цветения, что подразумевает под собой тщательный выбор семян. Декоративная трава для клумба приобретается в специализированных точках продаж. Она поможет создать интересные клумбы. Особенно выгодно декоративная трава смотрится возле сетки рабицы, беседки или колодца. Разновидности необычных полисадников Каждый садовод хочет показать класс в создании собственного полисадника. Но поразить оригинальность у кого-либо в наше время становится все труднее. Индивидуальность – это конек оформления дизайна цветочных клумб. Необычные клумбы хороши тем, что можно экспериментировать с расцветками семенников, высотой и количеством уровней на цветниках. Существует множество разнообразных полисадников, которые можно использовать как идею создания, а оформить ее можно так, как подскажет творческая жилка. Можно взять за идею клумбу, которая называется регулярной. Некоторые называют ее геометрической. Ее отличие заключается в том, что она имеет строго очерченные границы, которые могут соединяться в геометрические фигуры. Самым важным в их оформлении считается одновременность цветения. Геометрической клумбы большой популярностью пользуется нерегулярная клумба. Эта разновидность имеет несколько плюсов, например, неприхотливость в уходе. Даже при посадке усилия сводятся к минимуму. Цветение в ней происходит волнами. Первая волна цветает, сразу же начинает цвести и вторая, потом третья. Получается, что в сезон она поменяет несколько раз расцветку, что не может не привлекать цветовода. Приподнятая клумба подразумевает под собой наличие невысокой конструкции, которая может разделяться на этажи. Этажность придает такому полисаднику определенный шарм и изысканность. Конструкция может состоять из прямых линий, можно оформить клумбу плавными бордюрами. В любом случае она украсит садовый участок своей необычностью. Ковровые оригинальные клумбы предполагают наличие почвопокровных и стелющихся растений. Чаще всего используются в ределах городской территории, но в последнее время обретают все большую популярность в оформлении дачного ландшафтного дизайна. На заметку, вертикальные клумбы идеально подойдут цветоводам, у которых каждый сантиметр на счету. Название говорит само за себя. Чаще всего вертикальные цветники располагаются на кирпичных заборах или стенах домов. Они способны скрыть некоторые дефекты хозяйственных и жилых построек. Описание некоторых видов клумб от ним из самых долговечных и надежных материалов для создания и оформления полисадника считается кирпич. С его помощью можно воплотить в жизнь очень много идей, благодаря тому, что он имеет различные размеры, фактуру, цвет и т.д. Хорошая фантазия поможет садоводу оформить клумбу из декоративного кирпича своими руками. Клумбы из кирпича своими руками включают в себя несколько разновидностей ограждения, многоэтажность, выделение зоны. Кстати, такими же разновидностями обладают и бетонные клумбы. Клумбы из бетона устойчивы к повреждениям. Но если что-то не понравилось в созданной своими руками бетонной клумбе, ее всегда можно немного долить свежим раствором бетона. Им можно выложить причудливые и уникальные формы, изменить поверхность и т.д. Сюда же можно отнести клумбы из блоков или пеноблоков. Все они строятся по одному принципу. Клумба из кирпича полисадник, который разбивается вдоль стены дома или забора, имеет широкое распространение, особенно клумба вдоль забора из многолетников, для того чтобы не тревожить цветник на протяжении долгого времени. Взять хотя бы тот факт, что забор и стена дома есть на каждой даче. Исходя из того, что эта клумба вдоль забора будет не единственной на участке, ее выгоднее всего делать в пейзажном стиле. Цветник вдоль забора имеет одно основное правило – соблюдение ярусов. Как и в декоративной клумбе и в угловой, цветы вертикали должны находиться на заднем плане грядки, впереди размещаются низкорослые или почвопокровные растения или петуни. Вертикальная клумба своими руками из подручных средств хороша тем, что занимает очень мало места на земельном участке. Тут необходимо обратиться к чертежу, который был сделан перед декорированием. Вертикальная клумба может быть стеной дома или забора, может быть отдельно стоящей конструкцией. В любом случае рекомендуется составить схему посадок растений и проработать все варианты защиты дома или забора от переизбытка влаги. Клумбы из бутылок стеклянных или пластмассовых очень распространены, хотя бы потому, что сделаны из доступного и брусового материала. При составлении схемы клумба можно подключить фантазию, так как таких клумб множество. Можно сделать свой уникальный проект, не затратив на него немыслимое количество средств. Из достаточно доступных и дешевых средств можно сделать клумбу-паровозик. Для этого используются ящики с дерева. В проекте цветника можно изменять ярусность вагонов. Клумбы из бутылок стеклянных очень выигрышно на участке смотрится клумба-тележка, сделанная своими руками. Телегу можно сконструировать из старых деревянных досок. Совсем не обязательно, чтобы она умела ехать. Достаточно сделать качественный муляж и высадить в него цветы. Клумба из старой тачки также не предполагает, чтобы тачка была в рабочем состоянии. Достаточно красиво оформить тачку цветами и качественный и необычный садовый декор готов. Очень эффектно смотрится на участке клумба из старой машины. Для этого нужен корпус автомобиля, который можно приобрести на любой разборке. Если на участке есть пни, их можно оформить под мини-полисадники. Для этого в старом пне делается большое отверстие, на дно пенька кладется дренаж, сверху засыпается землей, в которую сеются семена. Чаще всего декоративные клумбы из пня содержат в себе одну разновидность растений, хотя все зависит от размера пенька. Куносная клумба, как и клумба из бочки, делается по одному и тому же принципу. Ставится конструкция на участке в форме куноса или старая бочка засыпается землей, в которую высаживается рассада. Чаще всего используется рассада ампельных растений, которые впоследствии сделают густой благухающий шар из цветов. Клумба из бочек, клумба зонтик, клумба черепаха и клумба корабль относятся к декоративным конструкциям, над которыми придется попотеть. Достаточно трудно высадить цветы в кованый зонтик, да так, чтобы был представлен не один экземпляр растения, а несколько. По причине недостатка место трудным считается и цветник черепаха. У палисадника корабля места более чем достаточно. Хотя следует исходить из размеров участка. К сведению, старые вещи на даче – не редкость. Несмотря на то, что их сводят на дачу в надежде подарить вторую жизнь, о большинстве из них часто не вспоминается. Но если память подсказала, что где-то в подвале спрятано много ненужного хлама, стоит использовать его хотя бы как идею для клумбы. Это может быть и старая ванная, и поломанный стул, и даже чайник. В некоторых случаях используются даже старые трубы, благодаря которым можно создать многоэтажную клумбу своими руками, затратив при этом минимум средств. Бордюры из бутылок. Из пластиковых бутылок можно оформить не только клумбу, но и садовые дорожки из плитки или границы разных территорий. Благодаря доступности материала эти идеи очень часто воплощаются в жизнь на многих земельных территориях. Также этот материал считается достаточно долговечным, что позволяет длительное время не возвращаться к вопросу покупки специальных декоративных элементов для изгороди. Бордюры из бутылок и так можно сделать вывод, что создание клумбы своими руками – занятие непростое, но очень увлекательное и интересное. Особенный восторг испытывается в тот момент, когда клумба начинает цвести. Для того, чтобы участок оформить, не обязательно приглашать специалиста по ландшафтному дизайну. В вопросах оформления цветников можно экспериментировать и давать волю творческой мысли. 00VoutArticleRating 00VoutArticleRating